Привет! Это Tecno Spark 5. Смартфон стоит дешевле 9000 рублей, при этом отлично выглядит, на борту имеет 4 камеры, тянет PUBG, имеет хороший комплект и живет 2 дня без подзарядки. И на первый взгляд кажется, что это просто отличный смартфон, я бы даже сказал лучший смартфон до 10 000 рублей. Но не спешите с выводами и досматривайте это видео до самого конца, потому что там в конце, помимо ответов на все ваши вопросы, все, что вас интересует об этом смартфоне, будет в этом видео, именно там будет розыгрыш этого самого смартфона. Да, впервые на канале будет розыгрыш телефона. Ну а перед тем, как приступить к тестам камеры, производительности, к игровому тесту, конечно же, необходимо распаковать этот смартфон, а все потому, что в компании Tecna традиционно должны были запихать сюда очень и очень хороший комплект на уровне каких-то флагманов, а то и лучше. И да, вы посмотрите на него, экран сразу уже в пленочке, что не может не радовать, начнем его включать. Телефон сразу видно изготовлен по всем современным трендам и лекалам. Во-первых, у нас здесь никаких челок, монобровий и капелек. Обычный, я бы даже сказал, классный вырез в экране, довольно-таки крупный, но тем не менее он расположен с левой стороны, а значит не будет сильно мешать при просмотре. Сзади, во-первых, градиент, переход из зеленого в серый, и, конечно же, прямоугольный блок камер, вмещая целых 4 модуля и огромную вспышку. Вы посмотрите, какая она большая. Ну и, конечно же, что меня очень сильно удивило, оранжевая кнопка питания. Оранжевая кнопка питания. Это, как мне кажется, очень круто. Ну, отложим телефон в сторону и посмотрим, что же у нас здесь есть еще. Как я говорил, здесь должен быть очень крутой комплект. И да, коробочка уже открылась классно. Ну, во-первых, дополнительная гарантия на 12 плюс 1 месяцев. Далее, чехольчик, естественно. Оу, и уже в комплекте это не просто какое-то силиконовое нечто, которое захочется выкинуть завтра, а очень даже неплохой чехол. Он шершавый, приятный на ощупь. Здесь заглушки под разъем питания и под 3,5-миллиметровый разъем. И, опять же, ну, выполнено довольно стильно и классно. И здесь логотип Манчестер Сити, потому что компания Tecna является их спонсором. Далее она встречает кабель питания и, конечно же, здесь микро-USB. Пока что до Type-C этот бюджет еще не дорос. Конечно же, наушнички. Где вы последний раз вообще видели в наушничке? Особенно в смартфоне. За 9, даже дешевле 9 тысяч рублей. И вот такой компактный блок питания. В принципе, на этом все. А нет, есть еще скрепочка, но на этом точно теперь все. Дизайнер этого телефона явно был осведомлен обо всех современных трендах. Экран IPS 6,6 дюйма и благодаря тонким с трех сторон рамкам и вырезу селфи-камеры он занимает более 90% фронтальной панели. Разрешение HD+, но пиксели не бросаются в глаза, если, конечно же, не разглядывать их под микроскопом. Однако самое главное, это хорошая яркость, 480 нит. На солнце можно не вглядываясь и на месседж ответить, и книгу почитать. Оранжевой кнопкой питания я уже восхитился, а вот полноценный слот для двух сим-карт и флешки в распаковке как-то упустил. Исправляюсь, это очень важно. Динамик 1, он довольно громкий, звонок вы точно не пропустите. Со спины все еще интереснее, благодаря прямоугольному блоку камер, вписанному вровень с корпусом и приятному градиенту, телефон выглядит гораздо дороже, чем это есть на самом деле, даже несмотря на пластиковый корпус. Сканер отпечатков пальцев традиционно отличный, как вы видите, он довольно точный и шустрый. Палец прикладываю и он сразу разблокируется. К тому же можно сделать разблокировку и по лицу, вот он сразу опять же разблокировался, и цифровую, то есть сразу три способа разблокировки. Поэтому с безопасностью у этого телефона все вполне себе неплохо. Где-то внутри корпуса скрывается процессор Mediatek Helio A22 на 4 ядра, а за графику отвечает PowerVR GE8320. Оперативной памяти 2 гигабайта, постоянной 32. Описывать такую связку долго смысла просто нет никакого, потому что это довольно массовый процессор в этом сегменте. Но без тестов игр и, конечно же, разных бенчмарков я вас не оставлю. Тест Antutu не удалось завершить, каждый раз он крашился на 52%, но у собрата по линейке Tecno Spark 5 Air с такой же начинкой выходит 77 тысяч баллов, так что здесь результат должен быть схожим. Троттлинг тест прошел без заминок, лишь единожды опустившись до 82%. В Geekbench 5 смартфон набрал 139 баллов в сингле и 460 в мультикор. С цифрами все понятно, но что же на практике? Операционная система Android 10, поверх которой установлена фирменная оболочка HiOS 6.1.0. Работает интерфейс на удивление шустрым, рабочий стол листается без заминок, папки открываются с приятной анимацией, приложения запускаются быстро, все плавно и без каких-то нареканий. И это, напоминаю, с двумя гигабайтами оперативной памяти и почти полностью занятой постоянной памятью. Вероятнее всего причина такой шустроты сама оболочка HiOS, она не только быстрая, но и функциональная. Есть специальное приложение для обслуживания системы, игровой режим управления жестами и конечно же фирменная смарт-панель. В любом приложении ее можно выдвинуть и быстро перейти к добавленным программам. А если не хочется прерывать катку в какой-нибудь Call of Duty Mobile, то можно открыть нужное приложение в окне. И кстати, об играх. На минималках вы сможете поиграть практически во все, не пробовал только Fortnite, ну тут и так все понятное. PUBG работает, бывают лаги, но не критичные, в колде бегать приятно, даже когда на экране много противников, смартфон вполне себе справляется с этим. Standoff 2 на средних настройках FPS не опускается ниже 40 кадров, на низких можно будет получить даже все 60. Пробовал еще Asphalt 9, Tanki, Brawl Stars, все это играбельно. Если интересны подробности тестирования, напишите об этом в комментариях, устроим большой игровой тест с тем, что вы пожелаете. С камерами все очень интересно, селфи-модуль на 8 мегапикселей, диафрагма 2.0. На свету все отлично, размытие работает практически без нареканий, только в очень сложных сценах или при недостаточном освещении могут быть какие-то неточности. Да и в целом при нехватке света появляются шумы, но для инстаграма или общения вполне подойдет. Отдельно хотелось бы отметить подсветку, роль которой выполняет индикатор оповещений. Тыльная камера состоит из четырех модулей, лишь два из которых можно назвать камерами. Основной 13 мегапикселей с диафрагмой 1.8 и 2-мегапиксельный макромодуль. Еще две камеры это 2-мегапиксельный сенсор глубины и модуль, отвечающий за искусственный интеллект. Здесь же находится большая яркая четырехсекционная вспышка. Основной модуль при хорошем освещении выдает очень даже качественные снимки. Тут вам и цвета правильные, и с детализацией полный порядок. Бывают проблемы с контрастом, но с этим и более дорогие экземпляры не всегда справляются. Присутствует автофокус, двойной цифровой зум, режим красоты, дополненные реальностью и панорамы. В общем весь современный набор. Размытие создается благодаря отдельному модулю и порой получаются действительно красивые снимки. А вот макромодуль, ну вы и сами все видите, с этим проблема абсолютно у каждого смартфона. Видео пишется максимум в Full HD при 30 кадрах, причем как на основной модуль, так и на фронтальной стабилизации. Нет, поэтому будьте готовы к тряске. Но в целом, качество картинки нормальное, из отпуска можно будет привести пару красивых кадров. Автономность это еще один плюс, ради которого стоит купить этот смартфон. Потому что несмотря на все тесты игр, постоянную фото-видеосъемку и вообще активное использование смартфона, он стал моим основным на время тестирования, он отживал спокойно два дня. Два дня без подзарядки. Причина этому большая батарея на 5000 мАч и работа инженеров и программистов. Но вот только есть одна ложка дегтя, это не очень быстрая зарядка до 100% от нуля, чуть больше трех часов. Из оставшихся характеристик стоит упомянуть Wi-Fi на 2.4 и 5 Гц, Bluetooth 5.0, поддержку ОТГ и конечно же GPS, GLONASS, Beidou и Galileo. 4G ловит хорошо, да и в целом, как телефон отрабатывает без нареканий. Давайте-ка отпустим всех тех людей, которые пришли сюда только ради конкурса, потому что я уже вижу ваше нетерпение даже сквозь объектив камеры. Итак, чтобы стать счастливым обладателем этого смартфона, новенького Tecno Spark 5, необходимо подписаться на канал и написать один осмысленный комментарий. И конечно же необходимо поставить лайк под этим видео, потому что розыгрыш пройдет только в том случае, если это видео наберет 1200 лайков в течение двух недель. Да, я понимаю, что цифра довольно-таки большая для моего канала, но и приз на этот раз очень и очень классный. Смартфон стоит 9000 рублей, а это для меня сейчас очень даже большие деньги, поэтому вам придется постараться, чтобы заполучить этот смартфон. В итоге, Tecno Spark 5 действительно просто отличный телефон, за свою цену, без серьезных недостатков, но с большим набором приятных особенностей. Не забывайте писать свои лайки и ставить комментарии, я же с вами на этом не прощаюсь. Переди вас ждет классный трек и пара интересных видосов. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok